Мне кажется, россияне безнадежны. Я тут объяснял по поводу этих санкций, абсолютно искренне пытался россиянам подсказать, как сберечь свои деньги. Не из-за того, что мне хочется как украинцев помочь россиянам. Просто я понимаю, такая коллизия образовалась, чтобы не попали эти деньги россиянские в лапы государства российского. И эти деньги потом не использовались на то, чтобы уничтожать мою Украину и убивать меня, моих сограждан. Но я объясняю, что там доллары лучше покупать, там куда-то, где-то не надо, юаня, юаня, господи, зачем вы? Сейчас даже к юаням, наверное, еще вернусь. Но просто мне этот комментарий, я ради комментариев, это просто крик души. Обратите внимание. Человек пишет, я хочу, чтобы еще и сажали за баксы лет на 300. Я лично в руках не держал эту зелень. У меня зарплата в охране 12 тысяч рублей. Люди добрые, вы вообще, вы представляете, что такое 12 тысяч рублей? Ну я даже не знаю, вот своим украинцам, согражданам. Это 5400 гривен. Минималка в Украине 8 тысяч. Человек работает за 130 баксов в месяц. Я такого при Януковича даже не получал, грузчиком работая. То есть это сколько? Больше 10 лет назад. И сейчас этот... 200 долларов минималка в Украине сейчас. У человека нет никакой причины следственных связей, что может не сажать надо, а за тех, кто баксов торгует. Потому как в Советском Союзе было, я там написал уже, шортс. Дело Рокотова. Кто знает, посмотрите, это мне полтинник, я помню. Человек торговал баксами, его взяли просто, ну, расстреляли. За торговлю баксами, человека расстреляли. Дело Рокотова, посмотрите. Ну, как бы, и все с Советским Союзом сложилось после этого хорошо, да, когда расстреляли Рокотова. Я хочу таким людям сказать, ну, вряд ли, конечно, это поможет, это безнадежно, по-моему. То есть человек получает на работе 130 баксов в месяц, и это не 90-е лихие, да, когда развалилась действительно империя, государство. Было понятно, почему там и поменьше люди заработали. Но это после 25 лет процветания, после 25 лет просто манны небесной на Россию из нефтедолларов, там, из газовых, вот этих долларов. Человек получает такую зарплату, и виноват в этом тот, кто баксы в руках держит. Ну, не будет, не будет спасения России никакого, да. Где тоже в комментариях женщина пишет, вы еще позавидуйтесь, когда в России будет все хорошо. В России, может, и будет когда-то все хорошо. Но только, вряд ли до этого доживет она, потому как вот люди по миллиону лет не живут. Да, ну ладно, это как бы эмоционально. Все же, если вы собираетесь, опять же, я говорю, я не желаю добра россиянам. По понятным причинам, да, как украинец. Нет хуже, чем желать добра чужого. Так вот, да, это вы чужие, 100%. Но все же, я как украинец, заинтересован, чтобы ваши сбережения не попадали российскому государству. Поэтому переводите свои деньги в наличные доллары. Не слушайте никого там, что биржи, еще там криптовалюты, еще что-то такое. Юани. Какие юани, ребята? Да, да, да. Юани, ну, китайцы. Вы, может, забыли россияне. Кто последний раз нападал на Россию? Кто атаковал Россию последний раз? Гитлер? Нет. После Гитлера Китайская Народная Республика атаковала остров Даманский, захватила его, оккупировала и держала до 91-го года, когда уже Советский Союз развалился. После этого уже Советский Союз передал официально остров Даманский Китаю. Но вы лезете дружить с Китаем. Вы, кстати, по-моему, единственный во всем мире, кто дружит с Китаем. Может, вы меня перечислите на пальцах, на пальцах одного пальца. Потому что единственная страна, которая союзник Китая, это Пакистан. Остальные, ну, все, начиная от Индии, заканчивая там всякими... Ну, все по периметру вокруг Китая, считает себя от Монголии там, да, врагами себя считают. Ну, боятся Китая, боятся поглощения Китаем. Но вы сейчас, россияне, лезете дружиться с китайцами? Вперед из песни, вперед из песни. Вы... Так что ж такое? Вы лезете нападать на Украину, которую называли там 300 лет своими братьями, да, младшими. Убиваете нас тут сотнями тысяч. Но вы думаете, дружить с Китаем? Ну, давайте с драконом, с питоном, блин, дружитесь. Хорошо это для вас закончится. Уверен. Сильно сейчас... Господи, что я вам рассказываю? И я по поводу Китая, кстати, не переживаю. Это такой дракон взлетающий, которому крылышки уже, по-моему, подрезали. Как был 50 лет назад махровое полотенце и термоса, так и сейчас. Нужны детали, кто-то где пишет китайский. Ребята, это ж не гипотетические построения. Уже сейчас из Китая выводят производство американцев в Мексику. Уже сейчас из Китая переводят фирмы в Индию, в то же самое, да. Бегут оттуда, бегут. Потому что до поры до времени Китай, ну, там, несколько десятков лет говорил, что да, он вроде в цивилизацию шел. Но потом приходят такие, как Си Цзиньпинь. И внезапно говорят, что мы там то поглотим, то захватим. Начинает эскалация вооружения. То есть, ровно так же, как Россия себе сейчас идет. Была страна в G8, была страна там получала триллионы долларов за этот самый, но просто захотела быть владычной морской, вот этот пляшевый гном. Ну, как бы, ребята, ну, ваш выбор на здоровье. Вы так хотите, мы тогда там будем газ с жижней покупать где-то. Ну, ладно. То есть, Китай сейчас, кому он будет продавать свои тормоза? Я не знаю. Друг другу, наверное. На козьи какашки менять в африканских республиках. Кто там в Россию приезжал? С Боливии. И будут конкурировать Россия с Китаем за преимущественные отношения с Боливией и Зимбабве. Все будет Украина. Продолжение следует...